МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда казахстанской кругосветной экспедиции Дмитрия Петрухина попала в плен к тропическому урагану Сэнди на Багамских островах. Изначально путешественники планировали попасть на Гаити, но начавшийся ураган полностью поменял их план. Теперь невольные пленники из Казахстана застряли на острове Насау, так как из-за начавшегося шторма были отменены все воздушные рейсы, а также морские сообщения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сам же ураган постепенно стал набирать свою разрушающую силу ближе к вечеру. Местные жители, услышав из новостей, что надвигается тропический шторм, заранее подготовились к его встрече, и уже после обеда улицы столицы полностью опустили. В поисках провизии и воды наши путешественники попали в самое пекло начавшегося урагана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благополучно добравшись до своего пристанища, мокрые и голодные путешественники смогли укрыться от разбушевавшейся стихии. Ночью ураган набрал всю свою разрушающую мощь и прошелся по всем островам Багамского архипелага, смывая и сметая все на своем пути. Со слов местных жителей, путешественники узнали, что этот ураган, по предварительным данным, стал причиной гибели свыше 30 человек. Как нам стало известно, ураган Сэнди начал свою активную фазу с берегов Ямайки и юго-восточного побережья Хубы. Буквально за день он добрался до Багамских островов и ночью начал свою разрушительную деятельность. Сейчас вы можете увидеть, чему привела эта разрушительная сила здесь, в городе Насау. Во время шторма разрушительная волна выходила из берегов и доходила до близлежащих строений, которые отдалены от берега порядком 200 метров. Большую часть разрушений ураган нанес на строения, которые находились непосредственно рядом с берегом моря. Были существенно разрушены надводные развлекательные заведения, гостиницы, которые находятся на первой линии от берега, а также местами пострадал морской порт. Вся прибрежная зона была засыпана морским песком и мусором. Основную мощь урагана принял на себя райский остров, пляжное строение которого полностью смыло в море. Я уже давно не помню такого урагана у нас в Насау. Обычный, если шторм, и бывает, то он проходит стороной в море. А тут сегодня произошло что-то страшное. Даже ветер смог повалить такие огромные деревья. Мы до сих пор в шоке. Сейчас ураган стих, но еще местами доносятся его отголоски в виде порывистого ветра и периодического дождя. Казахстанские путешественники все же надеются, что уже в ближайшее время они смогут покинуть Багамские острова и продолжить свою почетную миссию пропаганды Экспо-2017 в странах Карибского бассейна. Редактор субтитров А.Семкин